Всем привет, с вами Фрост и сегодня будем спать, а всё потому, что сегодня у нас замечательный мод, который добавляет в мир Майнкрафта сны. Один хороший, один плохой. И начнём мы сначала с хорошего. Там где летают бабочки и какают на всех радугой. Для того, чтобы 100% попасть в хороший сон, нам нужно скрафтить вот эту вот кровать, которая делается вот таким вот образом. Но если я всё же не ошибаюсь, то этих ресурсов не существует в этом мире. То есть, если вы ни разу не были в хорошем сне, у вас не выйдет скрафтить эту замечательную кровать. Поэтому вам придётся крафтить вот эту кровать. Насчёт её крафта я тоже не уверен, растут ли эти грибы. В этом мире нам нужен обычный край плюс два гриба из хорошего и плохого мира. Но не уверен, растут ли они здесь. Вообще как-то странно сделано. Если грибы не растут, то получается туда попасть нельзя. Но всё же будем надеяться, что эти грибы где-то всё же растут. Может в каком-нибудь пещере. Или есть всё же ресурсы, которые позволяют нам попасть, ну, скрафтить сразу прямые кровати. И ладно, к этой кровати мы вернёмся позже. Это просто обычная кровать для сравнения. Так, для того, чтобы нам попасть, нам нужно на неё просто лечь. Неважно, днём или ночью. Может быть мы хотим днём посмотреть хороший сон. И просто ложимся на неё и резко оказываемся в новом мире, где всё очень ярко, всё очень красиво. Здесь, насколько я знаю, всегда светло. Ну, при таком-то освещении с непривычки у меня сразу же начало резать глаза. Здесь всегда только мирные животные. Ни одного плохого моба здесь не будет, потому что это хороший шикарный сон. Здесь повсюду цветные деревья, наверное, с них может быть что-то даже падает. Просто у них новые, просто новые деревни можно построить себе красивый дом. Например, синяя земля вся синяя. И очень много всяких сладостей, наверное, растёт. Если мы будем сшибать вот эту штуку, это как вместо пшеницы. С неё выпадают семена, которые, если мы посадим, из неё выпадает вот эта штукенция. Сейчас я, ой, задоптал случайно. Уберу, и мы сшибаем. И выпадают вот такие вот конфеты. Их можно, конечно, съесть, и они становят вам голод. О, вот сразу выпали семена. И, кстати, сразу к слову, эту землю мы не можем скопать обычными кирками. Нам нужно воспользоваться, точнее, не кирками, а мотыгами только из этого мира. То есть из материалов, которые можно найти только в этом мире. Также в водоёмах, в любых водоёмах мы всегда сможем найти здесь море губки. Но здесь она всё же играет больше декоративную роль. С голоду мы здесь точно не помрем. Здесь на каждом шагу либо растут сладости, например, вот это конфеты. Их можно просто либо съесть, либо сделать из них леденец на палочке, либо сделать из них себе броню или даже кирку. Вот так вот здесь легко всё добывается. Так, мы её лучше выкинем. И так, что у нас дальше? Дальше у нас по плану маленькие монстры, которые здесь всё же есть. Это новый монстр, мини-бэби-крипер. В таком розовом одеянии, с каким-то капюшоном. Сейчас попробуем отключить креатив и посмотрим, нагрец ли он на нас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, он совершенно добрый, но если мы его ударим, он вроде должен на нас нагриться. Да, он взрывается, но он ничего не повреждает. Это очень добровелый крипер, поэтому он взрывается только если его разозлить. Ну как, может быть он просто на вас обижается и взрывается, потому что он всё равно ни вас, ни землю не повреждает. Поэтому его трогать не обязательно. Выпадает из него всё то же самое, что выпадает и из обычного крипера. Так, это, походу, у нас начинается тёмное время суток. Проверим заодно, появляются ли здесь враждебные мобы, прав я или нет. Или это и есть сумерки, ночь. Может быть это уже ночь, ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Да, вроде пока что ничего не происходит и никаких изменений не происходит. То есть небо осталось такое же серое до восхода солнца, так понимаю. То есть это здесь и есть ночь. Мобов здесь не появится, так что самое злое и плохое, что то, что здесь есть, это только мы. И поэтому мы переходим к руде. Так, это самая простая руда, которую мы сможем здесь найти. Если мы её скопаем, из неё будут выпадать конфеты. То же самое, что если мы будем выбивать вот эти вот растения в виде леденцов. Из неё можно сделать вот такую броню. Обычным рецептом можно сделать вот такие блоки. И, по-моему, да, они делаются даже из блоков. То есть сначала надо сделать блоки, а потом уже делать броню. Либо инструменты. Они не такие уж сильные, но они такие уж слабые, по-моему, как железные. Или чуть получше. То есть как железные или каменные. Ну, в общем, это примерно как каменные инструменты. Хотя можно сделать обычные каменные. Но у них есть одно большое преимущество, в отличие от каменных. Они позволяют... Ими можно скопать для начала вот эту вот руду. Она скопается только вот этими кирками. Никакая алмазная, каменная и другая руда вам не поможет. Вам понадобятся только вот эти кирки. И из неё мы также сможем сделать вот такие вот шикарные, красивые радужные блоки. Вот эти радужные слитки. И радужную броню примерно как алмазная. Она равносильно алмазной. Или... Нет-нет-нет, чуть-чуть похуже. Примерно как железная она, да. Она как железная. То есть это обычная железная руда, только мы будем в ней выглядеть как хиппи. Так, дальше у нас это светлые алмазы, которые можно найти только в этом мире. И они скапываются всего лишь двумя кирками. Это вот этой вот киркой, киркой из этого материала. И, соответственно, киркой из этих же алмазов. Из неё мы можем сделать очень сильную броню, очень сильное оружие. Но оно равносильно алмазным. И можем сделать красивые блоки с текстуркой эмиральда, только жёлтого цвета. На этом у нас с рода всё. И, наверное, вы уже все заметили вот это вот... Чан с радугой. Отлично. Это чан с радугой. Мы можем скрафтить себе чан с радугой. Вот таким вот довольно дорогим рецептом. Можем сделать просто вот такую большую радугу, которая не совсем круглая, а квадратная и уходит куда-то в недра земли. Так, интересно, если ей прокопать немного поглубже, она пойдёт немного глубже или нет, или не захочет. Ну-ка посмотрим. Да, нет, она просто пропадает. Нет, радуга, куда ты? Ну зачем ты пропала? Ну ладно, если мы её скопаем и поставим обратно, то она вернётся обратно и будет снова радуга. Через неё можно проходить и её можно использовать вот таким вот образом. Можно сделать себе огромную занавеску из этой радуги. Правда, сверху она немного лагерно выглядит, потому что немного недоработали, да. Тогда так. И если её ставить немного по-другому, то есть если она будет в другую сторону, широкая, например, вот так вот, то она не менее лагерная, то есть они поднимаются вместе только доверху, а дальше идёт одна, самая первая, самая быстрая, самая крайняя. В общем, дальше идёт только одна и приземляется в конце только одна. Хотя вот это выглядит тоже красиво. Так, так, дальше у нас... Так, с этим миром у нас всё... А, нет, почти всё. Я... Ох, у нас даже дождик идёт. Ладно, отключим дождик. Нам он здесь не нужен, хотя его здесь даже и нет. Так, дальше у нас вот такие подарочки, которые можно найти здесь. Что же из них выпадает? Так, посмотрим. Разнообразные плюшки. О, куча семян. Так, куча еды выпадает. Ну, в общем, всякая полезная штуковина из них выпадает. Просто поесть, чем вы скрафтите. Даже тортик... О, эмиральд! Носатый одобря. Это отлично. Жалко наса... Ох, ты нифига себе, алмаз выпал, тортик. В общем, совершенно любое, рандомное. Два алмаза выпало. Вот это вот. Почаще бы такие встречались. Но, честно говоря, я их не находил. Может быть, они встречаются в данже, ну, либо они встречаются просто редко. Ну, а на этом с этим миром покончено. И как же нам отсюда теперь выбраться? Мы насмотрели всех снов, мы на... Всего себе сделали. У меня уже глаза режет от... Всей этой радуги, всей этой яркости. Надо отсюда сваливать. Для того, чтобы нам свалить, нам нужно опять поставить себе обычную синюю кровать. Либо же сделать какую-нибудь, либо другую кровать. Но синяя вам стопроцентно гарантирует возвращение домой. Но помните... Ой, дождик. Помните, если вы умрёте во сне, вы умрёте и наяву. То есть, вы останетесь обязательно без своих шмоток. Не мечтайте. Вы не возразите в своём мире с шмотками, которые у вас были. Вы потеряете все шмотки, которые принесли с собой. Да, это у нас такой сон наяву. Профукали. Умерли во сне, так что умерли и в реальности. Такая... Умрёте во сне. Также можно воспользоваться красной кроватью. Но вы можете заснуть опять. Сон во сне. Вы окажетесь уже в кошмаре. Но либо вернётесь в обычный мир. То есть, проснётесь. А можете сделать наверняка плохую кровать, которая делается... А, чёрт, верни обратно кровать. Я забыл включить креатив. Верни кровать. Так, делается вот таким вот образом. Который, опять же, вы не сделаете просто так, если вы не были ни разу в кошмаре. Но если заснём на ней, то есть сон во сне, мы точно окажемся в кошмаре. А если в красной, то может быть окажемся, а может быть нет. Чёрт, мы оказались в кошмаре. Это кошмарный мир. Но, правда, мы заспалили на каком-то маленьком клочке травы. Здесь повсюду вот такая плохая прожжённая трава, пепел. Но это ещё не всё. Здесь всё горит. Летают гасты. И здесь есть совершенно все-все-все рождебные мобы. Всё горит. Вместо воды здесь лава. Нет покоя. И фриты постоянно поджигают гасты. В общем, здесь выжить очень тяжело. Но, кроме этого, здесь есть очень один нехороший моб, о котором я расскажу в самом конце. Потому что здесь тоже есть два очень любопытных моба, которые встречаются только в этом мире. Так, пойдёмте, долетим до места, которое я подготовил. Также здесь растут адские грибы, из которых попадают грибы, которые необходимы для крафта общей кровати. Так, не этой кровати, ладно, или нет. Вот этой кровати, то есть вот эти чёрные грибы. Не знаю, растут они в обычном мире или нет. Если нет, то это какая-то очень ложёвая ошибка этого мода. Иначе как попасть в основные... Вот Спарта тебе, горящая путёвка, халявный! Да чё, ты не уважаешь халяву, Спарта, тебе говорю, Спарта! Спарта, а то я не знаю уже к чему придраться. Просто делаю обзор мода, даже придраться. Не знаю к чему. Для начала мы рассмотрим всю руду, которую мы сможем здесь найти. Её здесь немало, аж три даже, нет, три-три-три штуки. Так, посмотрим. Если мы будем скапать вот эту штуку, из неё будут попадать вот эти вот чёрные алмазы. Из них можно сделать инструменты, вплоть до мотыги, просто она не убралась у меня в сундук. И также можно сделать броню, которая выглядит вот так вот. Почему-то её здесь текстурок не совсем нету. Если мы её наденем, то мы будем выглядеть, ну вот, сейчас мы её наденем, будем выглядеть вот как-то так, вот так, как-то, как-то так вот. Вот так вот мы будем выглядеть, такие замаскированные, правда немного фиолетовые рукава на спальне. Ну ладно. С ними мне эта броня совершенно не нравится. Определённо мне не нравится. Свернём обратно свою лимонную алмазную броню и выкинем всё это обратно в сундук. Не нравится. Плохая броня. Нехорошая броня. Действительно, это очень плохая броня. Потому что мы можем вот эту штуку скопать. И из неё будут попадать вот такие вот штуки. Из неё мы можем сделать довольно хорошие инструменты, примерно равносильные железу. И можем сделать из неё вот такие вот блоки. Хотя, подождите, она делается... Да, она делается тоже из блоков, а блок делается из четырёх таких, потому что эта руда встречается очень часто. Её найти не так уж сложно, в отличие как железо в реальном мире. Так, дальше у нас идёт красные алмазы. Они выбиваются только вот этими гирками. Алмазная им не поможет. Только вот эти четыре кирки могут скопать этот алмаз. Соответственно, из него попадают красные алмазы, из которых можно сделать также инструменты, вплоть до мотки, которая опять же сюда не убралась. И можно сделать самую сильную броню. И также самый сильный инструмент. Они сильнее алмазных, ну, сильнее обычных алмазных. Красный алмаз сильнее обычного. Можно сделать меч, который на один, на единицу урона больше. И также лопата кирка, которая работает быстрее, чем обычные алмазные инструменты. И из чёрных алмазов можно сделать чёрные алмазные блоки, а из красных, соответственно, красные. Ну так, вроде из важного я уже всё сказал, поэтому переходим к мобам. Так, подойдём сюда. Всё для того, чтобы сделать. ЗС СПАРТА! К Леонид тебе! К Леониду давай! У-у-у! Вот, Леонид. Надеюсь, ты уж не обессутишь, что такого жирного к тебе скинул. Тебе его ещё добивать, давай. Леонид одобряет таких, ну-ка, заканаем его. Здесь спаунится огромный гигант. Очень редко, но всё же спаунится. Поэтому, если постараться, можно найти себе такого толстенного зомби, который, эх, он по-моему, походит-то. Также повсюду здесь растут вот эти вот дурацкие деревья, сгоревшие повсюду. Опять же, лава вместо воды, но я тоже говорил, также растут эти... Вот это вот растёт дурацкие чешурицы, я ненавижу вас. Овцы почему-то заглючили. Я пытался из них шаверму накрутить, но они не хотят ни в коем случае. Говорит, найн мне, говорит, найн. Ты знаешь, что такое найн? О, грибочки растут повсюду. И теперь настало время для самого великого и ужасного монстра, который только есть в этом моде, а именно Херабрин. Он всегда следит за вами, вы не думайте. Вот, 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 видите, я только отключил креатив, и у меня уже появились звуки Херабрина. Он видит всё так же, как Эндермен, создаёт такие же звуки и постоянно за вами откуда-то следит. Он постоянно можно... Его постоянно можно где-нибудь увидеть. Вы видите, белые глаза. Вот, думаю, кто меня бьёт? Меня бьёт Херабрин. Я его не вижу, он меня бьёт. Вы видите Херабрина? Я нет. А он есть. А он есть, говорю. Я говорю, шашлык из тебя сделаю, зарежу просто. Да куда ты... Порву. Порву, как тузик, пятку. Как тапку. Пятку, тапку. Да где ты? Выходи на бой. Вот, вот видите, вот, вот нереально вот такое. Безбронища вообще лучше не ходите. Вот заснёшь, попадёшь в кошмар и триндец вам. И умрёте, и наяву, и во сне ещё Херабрин над вашим телом будет потом издеваться. Вот откуда он меня бьёт? Он постоянно меня выдаёт волшебные пинки. Действительно волшебно. Потому что я его не вижу, он меня видит, и мне это очень не нравится. Поэтому так гребёшь. Вот так вот. За всё отвечает Слизень. Во всём виноват Слизень. Попробую найти Херабрина. Я точно попробую его найти. Не успокоюсь, пока я вам его не покажу. Я, правда, один раз его огрел на... Чуть ли на 25, что ли, дамаг этим мечом. Вот этим вот мощным мечом. Он обиделся и больше не даёт себя бить. Его, в принципе, он ни разу не получался его ударить. Но почему-то один раз я получился мне его ударить, потому что я влетел и был в креативе. Он не успел от меня свалить. Ну ладно, сейчас попробую его найти. Ага, наконец-то я нашёл Херабрина. Я вижу его наглую рожь. Вон он стоит. Он пытается до нас добраться. У него 40 жизни. Но, к сожалению, нам без разницы. Мы всё равно его не сможем увидеть. Но попробую. Амайда, я его ударил. Видите, у него осталось 20 с хмхп. Но он всегда телепортируется. Если у него стрелять стрелами, это бесполезно. Если мы к нему просто подойдём, он начнёт на нас бежать. И перед самыми нами сразу же телепортируется. Вот такой вот он, секунду. Но ничего, я попробую всё же его убить. Но, скорее всего, его нельзя убить, потому что он всегда свалит. Петрович, Петрович, помоги мне. Петрович, помоги мне завалить этого засранца. Иди сюда, трус. Выходи, подлый трус, Петрович. Петрович, не мешай мне. А вот только Санцеюшка не надо. Давай, Санцею не надо. Чёрт вы. Уйди, Санцея не подходи. Не надо бомбить. Бомбани лучше Белоглазого. Где-то... Где-то трус. Где-то трус, выходи. Так, хватит, у меня сейчас уши лопнут. Хорош. Не надо. Вот он опять свалил. Вот сколько я за ним не гонялся, всё время он пытается... Он всегда от меня убегает. И опять где-то спрячется и будет меня ждать. Вот, вот, на его достаточно тяжело найти. Хотя он всё время где-то есть. Можно просто издалека увидеть. Он просто возьмёт и телепортируется. Хватит меня поджигать, чёрт. Пора свалить из этого проклятого мира. Действительно, проклятый мир. Здесь все собраны, все самые гадкие мобы вообще, которые здесь есть. И новых добавили. Для того, чтобы нам всюду свалить, нам нужно сделать вот эту вот кровать опять поставить. Либо поставить рандомную кровать. Как правило, мы можем опять заснуть в хороший сон. А на этой 100% проснёмся. И также можем сделать себе хорошую кровать. И мы точно попадём в хороший сон. Поэтому мы возвращаемся в обратный мир. И радуемся солнцу. И мы наконец-то попадаем в обычный мир. Здравствуй, небо. Здравствуй, вода. Надо надуматься. Наконец-то надо отойти. Надо помыться от холодного пота. Наконец-то, наконец-то нормальный мир. Больше не пойдём в этот кошмар. Здравствуй, земля. Здравствуй, небо. Ну, а на этом у меня всё. С вами был Фрост. Подписывай, оценивай, оценивай. Всем удачи и всем пока. Что такое? Уберите их. Слушай, они какие-то нейтральные. Мне норм. Всё отлично. Мне удалось поспать, потому что там был всего лишь один. МАЛЕКИЕ СОЛЬСА. Не надо только не бомбить здесь. Ну, прости. Ах, ты мажорный. Ты мне сломал кровать. Понимаешь, ты попал. О, парень, полегче. Понимаешь, ты попал. Всё, всё. Проходишь из твоей дни. Чёрт, меня самого угробило. Я ж... Субтитры сделал DimaTorzok.